Исполнительное производство. Предъявление исполнительного листа в банк. Сегодня темой нашего выпуска будет предъявление исполнительного листа в банк. С вами я, адвокат Антон Лебедев. Итак, начнем. После получения информации об открытых счетах должника, можно приступить к фактическому предъявлению исполнительного листа. Следует учитывать то, что банковские юристы достаточно строго соблюдают закон и неисполнение какой-либо формальности может позволить им запрашивать дополнительные сведения или вернуть заявление. Право предъявления исполнительного листа в банк закреплено в части 1 ст. 8 закона об исполнительном производстве. Согласно части 2 ст. 8 закона об исполнительном производстве установлены требования к заявлению, сопровождающему исполнительный лист при подаче. В заявлении должны быть указаны реквизиты банковского счета, на который должен перечислить денежные средства в банк. Таким образом, возможность получения наличных денежных средств в банке должника отсутствует. Наличные денежные средства можно получить только со своего счета. Для взыскателей физических лиц в заявлении требуется указать фамилию и имя отчества, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, ИНН, если такой номер получался. Взыскатели, не являющиеся гражданами России, указывают данные миграционной карты и вида на жительство или другого документа, который дает им право жить на территории РФ. Для взыскателей юридических лиц указывается полное наименование, место регистрации, юридический адрес, ИНН, ОГРН. В случае с заявлением лучше указать больше реквизитов, поэтому пишите все реквизиты, которые есть. Если заявление подписывает представитель, он должен представить свою доверенность. В доверенности должны быть детально описаны, какие именно полномочия предоставлены представителям. Помимо доверенности, в заявление необходимо внести полные данные представителя, такие как фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, ИНН, если такой номер получался. Значительная часть этих данных содержится в доверенности, но закон требует их повторения именно в заявлении. Заявление, составленное с учетом приведенных рекомендаций, должно содержать в качестве приложений исполнительный лист и доверенность представителя, если взыскатель действует в лице представителя. С таким пакетом документов можно отправиться в банк. Для удобства необходимо сделать два экземпляра заявления, чтобы банк мог поставить на копии отметку о принятии в работу заявления с приложением. С соблюдением формальности, предусмотренных законом, обяжет банк принять к производству исполнительный документ и выставить инкассовое поручение на счета должника. При поступлении на такие счета денежных средств, они будут списываться и переводиться на счет, указанных в заявлении, до полного погашения задолженности. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok